Друзья, всем привет! Меня зовут Вита и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду вам рассказывать и быстренько показывать, и говорить свое мнение обо всех бронзерах, скульпторах, которые я купила в последнее время, буквально за последние несколько месяцев. Потому что столько много всего вышло, что глаза разбегались, и я хочу составить такой небольшой рейтинг, быстренько прокомментировать, всех их сравнить. Начнем по порядку. До того, как еще вышли там Марио, Шарлотт Тилбери и так далее, я пошла в Сифору и говорю, мне нужен какой-то кремовый скульптор посоветовать, и посоветовайте мне что-нибудь. Ой, зря я это сделала, потому что что-то в последнее время, вот то, что мне советуют девочки в Сифору, мне как-то это не подходит. Но ладно, в общем, мне посоветовали вот этот продукт от Данессы Майрикс, он называется Vision Flush. Это кремовый продукт для губ, щек и глаз. Он вот так вот он выглядит. Я его вам показывала в одном из видео. Очень красивый цвет, и кажется, что он как будто бы темный. Называется он Nutcracker. И поэтому на губу он мне, конечно, вообще не вариант, потому что я такие цвета не ношу. Но когда начинаешь его растушевывать, он очень хорошо тушуется в такой сатиновый какой-то финиш. Вот так вот я его растушевала. То есть, в принципе, очень красиво. Цвет красивый, прям цвет тени. То есть, в принципе, когда его наносишь, меня все устраивает по цвету и по текстуре. Но у него есть очень существенный минус, который я ему простить не могу, и поэтому я им особо не пользуюсь. Он топит все тональные средства под ним. Это просто как какое-то нечто. Начинаешь наносить, чуть-чуть деликатно тушевать, он просто протирает дыры. Видны дыры, и я его и так пробовала, и сяк пробовала. Потом думаю, а что, у меня есть другие скульпторы, что с ним париться, не буду им пользоваться. На глазах как тени он выглядит очень хорошо тоже. Но его нужно обязательно мне на базу, потому что на мне такие формулы, они очень нестойкие. И эта формула, она нестойкая. Поэтому, если у вас проблема с тем, что на вас тени и вообще ничего не держатся, то обязательно на базу. У меня он скатался даже на базе, даже когда я его закрепила другими цветами. В общем, его можно приручить, но я не понимаю, зачем. Потому что есть продукты, которые работают намного лучше, и поэтому для меня это нет. Что-то мне вот в последнее время продукты Данесса... Да вообще, я очень хочу поддержать Данессу. Мне она нравится как визажист. И я смотрела, у нее есть подкаст даже на ютюбе, с еще одним визажистом. Мне она нравится как человек тоже, да? Она как-то очень веселая, очень позитивная. И я поэтому постоянно покупаю продукты, поддержать, но мне просто ничего не нравится из ее продуктов. У меня есть несколько, я ими особо не пользуюсь. Несколько из них мне пришлось вернуть, потому что они мне не нравятся. И что-то вот как-то... как-то никак. Поэтому, прости Данесса, но мне это не понравилось. Формула... ну за что? За что просто натопит весь анальный крем? Значит, это последнее место было, как вы понимаете. За ним будет идти бронзер от Milk Makeup. Он называется Bionic Bronzer. И у меня в оттенке Time Travel самый светлый. Его нужно очень хорошо взбалтывать. Он идет в таком тюбике. Он очень тоненько наносится. В принципе, он мне как бы нравится. Но у меня к нему рука не тянется. И причина такова, что... Вот так вот он выглядит, когда его наносишь. Что он очень желто на мне смотрится. Ну прям сильно. То есть желтит он конкретно. И знаете, иногда бывает, что продукт вроде и неплохой. И вроде бы и придраться особо там не к чему. Но вот как-то рука к нему не тянется. Так он выглядит. Вообще, плюс этого продукта... Смотрите, как он действительно очень вуально наносится. Прям вуально-вуально. Настолько тоненько. Что выглядит просто как будто такая своя кожа. То есть я могу его сейчас по всей руке растушевать. Как будто у меня просто рука загорелая. Он выглядит очень натурально. Но вот как-то у меня к нему рука не тянется. Поэтому он идет в следующем в нашем топе. Мы идем с последнего места к первому. У меня всего 6 продуктов. Так что вот на шестом месте Донеса на почетном пятом будет бронзер от Милк. Следующим будет, к моему величайшему сожалению, продукт от Патрика Та. Вы знаете, у меня были на него такие большие надежды. И мне казалось, что он мне так понравится. Но вот опять почему-то рука не тянется. Тут идет двойной продукт. Вот так вот он выглядит. Называется он She's Tatous-esque. Сейчас я вам покажу swatch. Вот так вот он выглядит на руке. Плюсы. Очень светлый цвет. На самом деле, почему он меня особо не впечатлил, так это потому, что формула мне очень сильно напоминает одну из моих любимых формул Tom Ford. Вот этого вот. Tom Ford у меня уже давно. И я им постоянно пользуюсь. И даже, вы знаете, даже цвет очень похож. Они оба сияющие. Вот сравнение. Вот это вот Tom Ford. Вот это вот Patrick Ta. Когда их наносишь, конечно, и растушевываешь, что там разница, как говорится, вот, да. Ну, на лице это будет вообще незаметно. Единственное, Tom Ford немножечко потеплее. Но что мне не очень нравится в Patrick Ta, так это вот эта вот пудра. Потому что смотрите, какая она желтая. Начинаешь ее наносить поверх бронзера. Формула мне нравится. Она очень такая сатиновая. В ней есть такой небольшой блеск. Но смотрите, какое все желтое. Почему это такое рыжее? Мне даже цвет кремового скульптора больше нравится, чем вот эта пудра. И поэтому, ну, такой, знаете, меня этот продукт ничем не удивил, ничем не поразил. Какой-то вот он обычный. Дальше у меня в рейтинге идет продукт от Mario. И это будет пудра. У него вышло два продукта. Вот пойдет пудра. Потом пойдет, потом пойдет скульптор. Следующим у нас будет вот с пудром. Вообще, эти два продукта я брала вместе. И, в общем-то, они мне очень нравятся. Ну, соответственно, поэтому они такие, знаете, уже, уже ближе к топу списка. У меня к этим продуктам единственный вопрос. Вот есть. Вот так выглядит кремовый продукт. Чем он мне нравится? Он очень-очень-очень мягко ложится. И посмотрите на цвет. Он очень светлый. Мне кажется, таких бронзеров вообще днем со днем не сыщешь, потому что они все очень пигментированные. И очень найти что-то прям очень светлое. Мне кажется, что мне нужно было даже брать не вот этот вот светлый оттенок, а оттенок потемнее, потому что мне приходится так наслаивать этот оттенок, что у меня уже, видите, продукт такой, знаете, поюзанный. Вот. Он также очень-очень-очень сияющий. И тем же самым он мне напоминает тоже формулу Том Форд, но он как будто более сияющий. То есть, если сравнивать Том Форд, Марио и Патрик Та, то есть всех троих Марио будет сиять больше всех, потом будет сиять Том Форд на втором месте, и потом будет сиять Патрик Та. Но этот, конечно, прям очень сияющий. Мне нравится то, что он очень мягкий, то, что его можно наслаивать, и то, что он очень светлый. И пудра. Пудра мне это очень понравилось своим финишем. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы опять она не была такой рыжей. Это самый светлый оттенок, и он рыжий. Даже для бронзера. Я не хочу себе очень рыжий бронзер, я хочу себе нормальный бронзер. Я не понимаю, что он не скульптор, но все равно. Мне нравится вот этот вот сектор, он похолоднее. Вот этот вот сектор дает очень красивое сияние, но был бы он не таким желтым, цены бы этому вообще всему не было. Потому что, когда начинаешь это все наносить, особенно поверх скульптора, видите, как он сразу вот все это просто рыжает. Но я его могу простить, потому что здесь такой какой-то бесподобный финиш. Он действительно настолько красиво сияет. Вот это вот деликатное сияние. Собственно, поэтому вот этим двум второе место. Какое? Не знаю, там третье, второе. Вот, потому что я их, в принципе, всегда использую вместе. Ну и, конечно, на первом месте любимый непревзойденный Шарлотт Тилбери. Мне он очень нравится. Почему? Потому что цвет и потому что формула. Вы знаете, у меня есть небольшие вопросы к формуле, потому что ее нужно очень хорошенечко растушевывать. Она может немножечко подзалипать. Но если ты ее растушуешь, то смотрите, да, даже если сравнивать с Марио, смотрите, насколько оттенок выглядит холоднее. Мне очень нравится оттенок. Он действительно очень... Вот это оттенок бронзера, который мне нравится. Он не слишком рыжий, довольно теплый, но при этом не слишком желтый. У меня он в оттенке 1 Fair, то есть самый светлый. Он действительно, как и заявлено, блюрит кожу. То есть вы его наносите, растушевываете, и он дает такой красивый блюр, такую красивую тень. Мне... Он как будто, знаете, как такой... Заодно и корректирует. И в нем, видимо, еще такое светоотражение. То есть видите, как просто кожа выглядит настолько гладкой. Очень красиво. Прям очень красиво. Цвет, формула, все. Так как он еще не такой... Сияющий, как остальные бронзеры, в нем все равно есть виден этот сатинчик красивый. Он не так сильно блестит, и мне это тоже нравится. И за счет этого он... Его можно даже не закреплять. Вот из всех бронзеров, которые я вам показала, кремовых, это единственный бронзер, который я могу не закреплять, и который у меня не исчезает за полчаса, потому что на мне все сразу исчезает с моей кожей. Вот. И, конечно, за это ему огромная благодарность. Итак, у нас победитель Шарлотта, потом идет Марио, потом у нас идут вот эти вот продукты, и я их не советую. Поэтому, если вы ищете себе красивый бронзер, то присмотритесь к Шарлотте, либо, если вас не смущает, прям мега теплый оттенок, или если вы позагорели, чем я, то бронзер от Марио вам тоже подойдет. Смотрите, наверное, в оттенке единственное потемнее, потому что я довольно светлая, и мне все равно кажется, что вот светлый оттенок, прям светлый-светлый. То есть можно брать либо этот, либо второй по темноте. Сейчас я вам сделаю все свочи, чтобы вы могли посмотреть, как они смотрятся по отношению друг к другу. Так, вот я нанесла все свочи. Давайте начнем по порядку. Вот это вот Шарлотта. Дальше у нас идет Марио Крем. Вот тут вот Шарлотта, Марио Крем, и вот тут пудра. Видите, она такая, плохо видно, она такая прям желтая, но видно сияние. Очень красиво. Вот тут вот у нас продукт от Патрика Та. Это его кремовый продукт, и это его пудра. Видите, по сравнению с пудрой от Марио, Патрика Та, она такая рыжея, и немножечко потемнее, но сияние дает похожее. Это у нас бронзер от Милк, и вот это вот растворяющее все на своем пути до Несса. Поэтому я советую вот этот вот верхний ряд. Мне, конечно, очень нравится. Плюс размер бронзера от Шарлотты, он, конечно, покоряет вообще. Мне кажется, там можно его будет засолить и оставлять, знаете, своим дочерям, своим внукам, потому что просто размер. Ну и, конечно, нельзя не заметить упаковку из всех этих продуктов. У него самая красивая упаковка. Вот берешь руки, и я себя чувствую просто какой-то царицей Клеопатрой, потому что настолько он шикарно выглядит. Смотрите, очень красиво. Огромное зеркало, прям 10 из 10 люблю. Вот такой вот у нас сегодня был рейтинг. Спасибо, что смотрели, спасибо, что были со мной. Комментируйте, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Для меня это очень важно, потому что я в последнее время очень много снимаю. Я действительно хочу, чтобы это было вообще кому-то интересно. И скажите, пожалуйста, согласны ли вы с моим рейтингом? Есть ли у вас какие-либо продукты из того списка, который мы сегодня обсудили? И планируете ли вы брать какие-либо из этих продуктов? Ну и до скорой встречи. Пока-пока!